Добрый день, друзья! Я, Быстрая Олень, вновь с вами. Сегодня 31 мая 2012 года. До фестиваля русского кино в Торонто остается 6, ровно 6 дней. 7 июня. Приходите все на фестиваль. А я сегодня расскажу, о чем будет идти речь на пресс-конференции. Итак, в этом огромном зале, в этом замечательном дворце кино мы начинаем нашу пресс-конференцию, которая посвящена подготовке и состоянию того действия, которое ожидается через неделю. Сказать про тех, кто здесь за этим столом. Вот справа от меня сидит экзекутив-продюсер, главный продюсер нашего фестиваля. Он еще и продюсер большой, со всякими номинациями, призами и так далее. Слева от меня сидит вице-президент Торонто-Рашинг-фестиваль и программный директор всех наших событий, которые мы здесь в Канаде делаем, сделали и планируем делать. Ну и член нашей команды, тоже продюсер, Евгения Вратско. Первый раз за три года спел правильно. Ну, Женечка, в общем. Ну, ты предыдущих фамилий Валерий не назвал. Алена Жукова и Ваш покорный слуга Валерий Кобин. В нашем зале есть и «Русские волны», «Омни телевизион», НТВ Канада, Андрей Мазурук. Есть у нас «Рашинг Канада», есть канал в Ютьюбе «Быстрый олень». Олег нас поддерживает. В следующей программе «Фокусе» с Владимиром Броником на канале «Омни телевизион», «Русские волны» программы. И мы планируем, начиная с 7 числа, вести дни фестиваля, регулярно выставлять материалы о фестивале «Рашинг Торонто фильм фестиваль» на нашем канале на Ютьюбе. «Бронмедиа ЧАНТО». Это очень просто. Вы можете всегда увидеть свежие новости с фестиваля и решить для себя – пора идти смотреть российское кино. Удачи! Меня зовут Ростислав Ростислав Нищенко. Я представляю журнал «Рашинг Канада». «Рашинг Канада» помогает русской комьюнити с 1998 года. Большинство мы представлены в интернете на сайте RussianCanada.com. Сейчас мы издаем и издание «Физическое». «Торонто Рашинг Фестиваль» мы будем освещать как в издании «Физическом», читайте наше издание, так же и в интернете. Есть близкая нам всем карантовка. Вот здесь есть два представителя, симпатичные очень. Здравствуйте, уважаемые радиовидеослушатели. Светлана Кашина и Слава Коз. «Торонто Рашинг Фестиваль» ждем вас на волнах нашего радиоэфира. Мы с удовольствием представим вам… Самые последние новости, которые будут происходить на фестивале, и оно будет выложено в сети и, конечно же, на сайте «Торонто Рашинг Фестиваль». Приходите, и мы будем рады… Показать вам несколько интервью с самыми замечательными режиссерами этого фестиваля. До встречи! Приобщайтесь к культуре! Счастливо! «Торонто Рашинг Фестиваль» В Марокко он получил три статуэтки, и в Эквадор его пригласили, и седьмого числа оглашение результата в Эквадоре. И он с Эквадора летит к нам. Но уже не седьмого он не попадает сильно седьмое, поэтому мы не можем поставить этот фильм как прям открытие. Мы поставим «Бедуин». Интересное кино, очень фестивальное кино. Очень современное кино, и я думаю, что оно тоже будет интересное, я надеюсь. Хочу добавить, что касается Роса, он будет давать мастер-класс 9 числа здесь, часов в одном из… не в этом зале, а в одном из классов этого университета. Мы номер комнаты пока не знаем, но нам дадут. И у меня просьба тогда к СМИ, если у вас есть выход на молодую аудиторию, те, кто учится в киношколах, это очень хороший путь, как бы пригласить ребят, потому что сегодня Рос, ну так сложилось с его фильмом, он действительно стал знаменит. Благодаря этому, собственно, это вторая его большая картина, но дистрибьютором его картины стал «Лёб Бессон». Когда в Нью-Йорке была неделя кино, ну Нью-Йорк уже 10 лет недели это кино, и в тот момент, когда привезли Сибирь Мономур, сначала было заявлено, что один раз мой показ, два, потом было четыре, и все залы были переполнены. И его называли, и критики в Нью-Йорке называли «Новым Тарковским». А Слава пошутил, он сказал, наверное, нет других имен, не знаю, просто в русском кино, но меня сравнивали все время с Тарковским. Вот он приезжает и дает мастер-классы, показывает свое кино. По поводу серьезного кино и того, что сегодня на НТВ будет, потрясающее совершенно интервью с Серебряковым. Он говорит о фильме Иванов, и он говорит очень интересно. В тот момент, когда я у него брала интервью, я как-то даже не оценивала всю глубину того, чего он говорит. Посмотрите это интервью, оно будет выложено на Ютуб, я тоже думаю. Поскольку, когда мы решали, что в фестиваль войдут фильмы, конечно, мы знали Серебряков уже тут, значит, можно поставить как можно больше фильмов, которые он представил. Но так получилось, что он уехал на съемки. У него как раз в это время его пригласили на съемки. Увы. Но при этом вот три фильма, где он играет замечательную роль. Но Иванов, это вообще уникальная картина, больше такого, ну, его надо смотреть на большом экране, надо смотреть Серебрякова, его эту роль на большом экране. Он сказал, что, он очень интересно сказал, что я боюсь, что до конца жизни мне больше не будет никогда предложена такая роль. Удивительная роль, правда. Еще вторая локейшн, это Роэл Антарио музей. И там происходит детский день. И одно из наших таких важных и единственных не англоязычных событий, это пестрые сумерки, день памяти Курченко. Приезжает ее муж, ее продюсер. И я думаю, что это событие будет интересно нашей русской улице, как мы говорим. Мы надеемся. Алло. Алло. Ну, не молчите, говорите. Когда окончательно решишь, я позвоню. Еще вот я скажу такую вещь, что мы фестиваль необычный. Тут 75 фестивалей. Начиная с Большого Торонского интернешнного фестиваля и кончая другими там этническими, женскими, религиозными. Нет. Наш фестиваль интересен тем, не потому, что мы такие уникальны, потому что мы сразу задали определенную тему и определенную фланг. Мы работаем в две стороны. Ни один фестиваль, вот здесь этнический, так не работает. Мы везем российское кино, привозим сюда. И везем канадское кино в Россию. И у нас там специальная программа «Канадин Масай». Нас уже там тоже признали. Начали до 2009 года. Поэтому это интересно. Плюс мы взяли еще такой тренд направления практического. В наших информационных программах есть две пресс-конференции. Есть программа «Мастер-класс Росса». Есть программа, и приезжает очень интересный человек, знаток российского кино. Следите за рекламой и приходите. Состояние российского кино сегодня, перспективы, сложности и так далее. Это директора российских программ Московского международного кинофестиваля. Она и писатель, она и сценарист, она и продюсер. И он знает хорошо российское кино. Будет встреча с ней тоже здесь, но и в этом зале. И у нас очень интересный круглый стол, который... Встреча с ней в этом зале. Что? Встреча с ней в этом зале. Встреча с ней в этом зале. Так что достаточно места. Она привезет нарезки, и это будет очень интересной встречей, я гарантирую. И самое главное, может быть, для того, о чем я говорю, о практической значимости, будет круглый стол по совместному производству, по продукции. И приезжает один из депертов из России, кто занимается. Молодой парень, но он работает в Министерстве культуры. И он приезжает. И все гости наши, режиссеры, продюсеры, обязательно будут участвовать, они заинтересованы. И придут люди из разных институтов, из телефильма Канада, из МДС, придут из финансовых институтов, будут какие-то люди. И мы проведем такой круглый стол. Надо сказать, что первый круглый стол мы провели в Москве. Один фильм после этого закончен в 2011 году. Он будет в этом году у нас в Москве, ванной, документальное кино. И обсуждается, вот у Жени есть проект, он тоже обсуждается как совместное производство заявленного на счетах. То есть вот, чтобы вы знали, что мы не только привозим кино и развлекаем, и развлекаемся. Мы еще хотим сделать какую-то работу, которая бы оставила след, и как раз для взаимодействия, для сотрудничества между нашими странами, откуда мы приехали и куда мы приехали. Так что, вопрос как добавление. У нас есть важный человек, она сейчас сидит в зале, это координатор всех, всего фестиваля. Это Татьяна Николаевна. Таня, представьтесь, пожалуйста. Это человек, через которого вся координация, все, что происходит на фестивале, все происходит через нее. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Татьяна Николаева, координатор Toronto Russian Film Festival, который будет проходить с 7 по 12 число. Пожалуйста, присоединяйтесь, это очень большое событие для нашего города и для русской комьюнити. Тарантовка.com. Вы можете купить билеты на все фильмы, которые у нас будут на все показы, а также на открытия. Пожалуйста, мы вас ждем. Это будет очень весело, интересно, и мы будем очень счастливы, если вы к нам присоединитесь. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.